Владикавказ Это Владикавказ Вот в этом городе проживает мастер Звать его Владислав Елоев Вы уже видели его работу Смотрите, он и брелефы, и живопись, и декоративный камень А этот фильм будет о том, как оформить барбекю Ну вот немножко покажу вам эскизы Это старые наработки Еще времен, там 10-20 лет назад А это уже целое направление Как сделать камин, барбекю И в виде там декоративного камня Смотрите, целое направление Это уже разлом шаблонов Смотрите, и такое делается И вот камень любой можно придумать То есть, было вот раньше мода на обыкновенный камин Классический А это здесь вот и деревья, бревна И даже тумбочки можно сделать с бетона А это вообще дерево, которое проросло в доме То есть, арбитон позволяет делать работы любой сложности А это, гляньте, лестничий марш с камином сделан С барбекю То есть, и подпоры, и какие-то декоративные цветы А это вообще вот эскизы тушина Я даже не знаю, кто захочет делать такие барбекю Это у нас целые наработки Вот такие фэнтезийные камин Ну, это как бы назовем скала Классика Это вот такие доисторические камин и барбекю Которые можно делать в заборах Ну, а вот это уже работы мастера Вот он делает вот такой классический камин Только применяет все элементы, какие можно придумать Это декоративный камень Вот он показывает, как его зачистка сделать То есть, этот камин внутри помещения Барбекю, назовем его более правильно Требует вот такой качественной работы И вот он показывает, как вот делается вот такая рустовка Вот специальный инструмент такой делается Он достаточно просто Его можно делать в домашних условиях Хорошую сталь согнуть И можно такие вот качественные русски делать Ну вот, а это уже узоры Узоры, ну, опять это Кавказ Здесь своя культура И часто применяется такой орнамент Видите, барельефы То есть, этот мастер, он имеет очень широкий профиль И, как говорится, делает и скульптуру, и живопись, и барельефы То есть, у него есть багаж, знания И он ими пользуется И видите, внутри помещения Вот такие, будем говорить, работы Они требуют тщательности То есть, здесь уже не скалтуришь Потому что каждый день ты будешь видеть эту работу И поэтому надо, ну, тратить на это время То есть, и бревна, и заклепки Ну, идет, как бы, вот эта печка Она идет, как скульптура барельефа И смотрите, внутри тоже сложены такие определенные каноны То есть, идет жаропрочный кирпич Потому что там огонь будет И приходится, ну, и кладку делать И понимать, как дымоход идет А это идет уже покраска Видите, свои технологии Идет пропись Ну, здесь у каждого мастера Свои там навыки Понятия Как сделать Вот именно такую работу Покраска Покраска Это очень важный вариант Элемент Потому что Ну, ты или покраской спасешь все Или можешь спорить даже хорошую работу Ну, здесь все видно Гляньте Просто великолепная работа Она узнаваемая Думаю, этого мастера Уже узнают по его стилю Узоры И, смотрите Тщательный подбор цветов Детализация И именно Что это работа в помещении Ну, в каждом помещении Или там дома Надо иметь печку Иметь какую-то вот Желательно Ну, как бы иметь Печку на огне Что приготовить Ну, это уже Как бы изыски То есть В хорошем доме Каждый хороший хозяин Будет думать Как сделать Ну, реальный мангал И Будем говорить Чтобы он Ну, украшал И Ну, Как бы скрашивал И добавлял Добротность дома Класс дома Видите И уже здесь Как бы покраска Ну, то есть Была Одна покраска А теперь Лакировка идет Блеск появился И И краска проявилась Ну, видать Тоже есть Свои наработки Свои покраски Есть краска Глянцевая А здесь Вот, как бы Немножко видно Что Идет лакировка Этого покраски Смотрите Как великолепно Смотрит Эта работа Орла И вот Фонтанчики Ну, есть много Фильм у этого мастера Гляньте Вот, какая Великолепная работа И даже Девочка сидит На шее И орел ее несет И выдерживает Все нагрузки Ну, это вот Город Мастер В котором живет Смотрите Какая красота Горы Скалы То есть Ну Это Кавказ Игорь Негода Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok